Первое впечатление было необычайно сильное. Я помню, вечером в Базеле при въезде в Швейцарию меня разбудил Крикослав на городском рынке. Крикослав – Ощел необычайно, мне понравился, и между тем, у меня в голове все как-то сразу прояснилось. Ощел! 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 рублей отцовских проиграл, тем умер старик, что не успел узнать. Как ты меня затащил, да, от них перейдет, но он, он, птицам, извиняюсь, не сдаешь, да, покажись, бедрецунков, вынес карман, ты на Васильский за ним не попал, да, да карман что-то, потому что туша твоя закрывалась. Настасьте филиппу, погодите, скажите славцу, я чего-то церковь с этим не надо. Совсем нету, что с вами, с какой стати вы вздумали, спрашиваете? Я нас еще и буду, Настасьте, Настасьте, они думают, что вы помолвились, дядька, и они, они все говорят, а я ему говорю, что, ну, разве можно с ним-то, да я, да я его всего куплю, я ему дам тысячу на три, он их, она не звать, не сдержит, невеста, все, блядь, дай мне в ответ взял, я с ним приехал, чтобы они... А ну пошел он отсюда, ты блядь! Да ты блядь, 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 иди, блядь, иди ты... 18 тысяч? Мне? Вот сейчас мужик и сказался. Так... Так... Ах, ты ж, милый, милый! Аккуратно! Сорок, а не семнадцать! Мальчик, адрес, сейчас утречим 40 тысяч оставить, правильно? 40 тысяч, все на стол! Так, литак! Сто! Сто! А я сегодня же сто тысяч к вечеру приставил! Да что ты? Ты где находишься? Выручай! Грудь и нагреешься! Я умрю! Я умрю! Я умрю! Будут, вечера будут, вечера будут плыть! Да неужели же ни одного между вами не найдется, чтобы эту бестижную бестижую отсюда вывезти! Это меня-то бестижную называют? А я-то приехала к себе на вечер звать? Вот так ваша сестрица меня третирует! Я умрю! 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 Ну что, мы просто в тысячу меня отсидим, да? Ну полно, матушка-галочка! Полно! Хотя так тяжело, если встану, сто тысяч возьми! 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 Сколько с ними надо поступать? Диагноз вы вместе! Да мы что в самом деле? Да ты не сердись! Не сердись, Арина Алексеевна! Я ведь не сердясь говорю! Я просто не понимаю, как это на меня дурь нашла, что я в честную семью войти хотела. А я недалеко издевалась от тебя, Галичка. Ну, хотела посмотреть, до чего сам войти можешь. Удивил меня право. Вот всего ожидала, а этого нет. Да неужто и правда про тебя, Рогожин, говорит, что ты за три цунковых на Васильевске ползком поползешь? Ну, поползел! А, и добров ты с голода помирал, а жалобники говорят, хорошее получаешь. Да ко всему-то прочему, кроме позорка, еще и ненавистную жену в дом вести. Ну, потому как ты меня ненавидишь, я не знаю. Теперь верю, что я такие-то за деньги зарежу. Такая жажда, когда мне так... Ну, действительно, что ли. Я не слыша. Ну, так. Ты хуже. Вот. А про этого мысье я уж даже не говорю. Были, были это, Настасья. Ну, такая деликатность. Такие тонкие модерны. Вдруг какое язык? А я сегодня выхмелю гулять хочу. Дарья Алексеевна, видишь, этого мысье. Он стоит, улыбается. Я не улыбаюсь, Настасья, перед меня. С величайшим вниманием слушаю. А за что же я его мучила, как я от тебя не отпускала, а? Ну, стыла же у того. Ведь воспитание дал. Как графиню содержал. Денег-то, денег-то, сколько ушло. Честного мужа мне сперва приискало. Да, это потом. Галечку. И что б ты думала? Я с ним эти последние пять лет не жила. Нет. А деньги брала. И думала, что права. И временем даже думала, не выйти ли... Мерзко. Боже мой, как мерзко. Если бы даже призвался, не пошла бы. Ну что, разгуляться с рогой? Нет? Нет? Ну, тогда в врач не пойду. Тогда в врач не пойду. Потому как где мне следует быть. Нет. Я уж лучше на улицу пойду. Все, его бросил. Последнюю тряпку оставлю. А без него вы меня никто не возьмете. Меня он даже передычник-то не возьмет. Может и не возьмет. Я честный человек. Я всегда правду говорю. Всегда. Зато князь возьмет такие врачки. Загляньте-то ну все на князя. Я давно, да, да. Я с вашей женой везде. Рядом сяду. Как вы думаете, выгодно такого мужа иметь, а? Полтора миллиона. Князь Мышкин да еще идет в придачу. Но только теперь и начнется настоящая жизнь. Опоздал. Опоздал, Рогожин. Забирай свою пачку. Я за князя. За князя замуж выхожу и сама богаче тебя. Князь. Он не сдал ты. Отступись, князь. Отступись, князь. Отступись, князь. Отступись. Князь, вот там в билет, а ты пьяный юз. Задействуй. Я тоже бил. Я сейчас бил, я всё отдам. Я всё отдам, всё. Видишь, князь, как твою невесту мужик торгует. Он пьяный, он вас очень любит. А не стыдно тебе потом будет, что твоя невеста чуть с рабожимым не уехала? Нет, нет, вы сейчас в лихорадке, вы как в бритву. И не постыдишься, когда тебе скажут, что твоя невеста в наложницах у Тотского была? Нет, не постыдусь, вы же не по своей воле у Тотского были. И никогда не попрекнешь. Никогда, никогда не попрекнам. Анастасия Филипповна, я вас всю жизнь уважать буду. Спасибо. Спасибо тебе, князь, спасибо. Со мной так еще никто не говорил. Все только торговали. А замуж никто не брал. Из порядочных людей. Афанасий Иванович, как вам это все покажется? Ведь вас нечего неприлично. Рогожин, ты куда вестить хотел? Двигайте религум. А ты прям думала, это к вам младенца сгубить? Нет, это у нас Афанасий Иванович в пору. Это он у нас младенцев любит. Ну, Рогожин, давай свою пачку. А то жениться-то захотел, но тебе не думал притебесно. Он соврешь. Я сама обестыжая, я в наложницах у Тотского была. Давай. Давай, давай, давай. А теперь я себе нужна не наставь Филиппу, а Глайку, чему ты не боришься, да? Но я буду бояться, что тебя загубило, да что потом попрекнешь. А Глайку, чину Ганечка просмотрел, да, знал ли ты эту. Не торговался с ней, непременно за тебя пошла. Что? Давай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда я снова увидела князя, мне стало за него ужасно больно и обидно, вы не смеетесь. Ей не смею. Да мне все равно. Он мне сказал, что вас не любит. Ему просто жарко. Вот теперь, я думаю, вы знаете, зачем я вас сюда пригласила. Может быть. Может быть. Может быть, и знаю. Скажите, Сэн. Я хотела от вас узнать, по какому праву вы вмешиваетесь в его чувства ко мне? По какому праву пишете ко мне свои смешные письма? По какому праву поминутно заявляете ему и мне, что вы его любите? Хотя вы сами от него убежали с такой обидой и позором. Я не заявляла ни ему, ни вам, что я его люблю. Вы правы. Я от него убежала. А ваши письма? Вас кто просил нас сватать? Зачем вы просто не уехали отсюда? Вместо того, чтобы мне эти смешные письма писать. Почему не выходите замуж за Рогожина? Если вы хотели быть честной женщиной, почему не ушли от своего обольстителя Тотского до просто без театральных представлений? Что вы знаете о моей жизни, что вы смеете судить меня. А я знаю, что вы не пошли работать, а уехали с Рогожиным из себя паршего ангела строить. Гляньте-ка на нее, на эту. На парышню. А я-то ее за ангела почитала. Вы без губернантки ко мне пожаловали? Агла Ивановна? А хотите, я вам сейчас прямо без прикраски, чего вы ко мне пожаловали? С трусами! Оттого и пожаловали! Хотя ли сам и лично удостоверится, больше ли он меня, чем вас любит, потому что вы ужасно ревнуете. Он мне сказал, что вас ненавидят. Ах, нет, нет, может быть, может быть, может быть, это и так, но, 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 нет, не может он меня ненавидеть, я не мог он так сказать. Нет, я, 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 в общем, готова. Я, я, я готова, простите за внимание к вашему положению, только я, я о вас лучше думала, я думала, что вы получше собой, да и по мне, ей-богу. Ну, но, идите, идите, вон, смотрите, стоит, стоит, лидит на вас, а помнится не может. Вот, знаете, что? Ну, ступайте, ступайте. Ступайте отсюда прочь, сию же минуту. А хочешь? Слушай! Хочешь, я ему прикажу. Вот я ему прикажу, кто же останется при мне и женится на мне, а ты побежишь сейчас, домой! Одна! Хочешь? Хочешь? А хочешь, я пригоню Рогожина? Ты-то уж думала, да? Что я повечала с ним для твоего удовольствия? Вот сейчас прийди, я скажу, Рогожин! Уйди! По князю скажу. Помнишь, что ты обещал? Ведь ты же говорил. Что ты пойдешь со мной. Что бы не случилось. Что ты меня любишь. Что все мне прощаешь. Я только... Я только, чтобы тебя развязать. Тебя убежала. А теперь не хочу. А за что я так? А за что я так со мной? Как с беспутной поступила? Беспутной ли я? Ты спросил Рогожину. Он тебе скажет. И теперь, когда она опозорила меня в твоих глазах, ты от меня отвернешься, а ее с собой под ручку ведешь. Это лучше. Так, лучше. Лучше ты. Прогад. Чшшшш. Чшшшш. Продолжение следует...